Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Обо всём об этом мы хотим поговорить с нашей гостьей, с астрологом Натальей Бушуровой. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, каким всё-таки октябрь будет? Этот ретроградный Меркурий подпортит нам карму? Ретроградный Меркурий не то чтобы подпортит, он нас погрузит гораздо глубже, чем бы, может быть, даже мы того хотели бы, чем мы того хотели бы. Я стесняюсь спросить, погрузит во что? В раздумья, в исследование, в изучение. То есть он же всё-таки имеет не только негативную окраску, и не для того он вообще нам посланный посылается, скажем так, 3-4 раза в год, чтобы нас как-то там обидеть, ущемить и сделать нам плохо. Он с позитивной стороны влияет таким образом, что мы можем больше узнать, больше разузнать, исследовать, изучить, углубиться в изучение какой-то ситуации, проблемы, подготовить документы, подготовиться к сдаче экзаменов, к покупке, к подписанию. То есть в нём очень много позитивной истории. То есть он даётся нам для подготовки к чему-то? Для подготовки к чему-то и к более глубокому и детальному изучению вопроса. А когда вот это вот произойдёт, то, к чему мы будем готовиться? Ну, если мы говорим о Меркурии, то Меркурий станет прямым или директным 19 ноября. Поэтому все меркурианские темы ускорятся, запустятся более легко, как раз-таки уже после 19-го числа. На меркурианские темы мы помним, да, у нас Меркурия – это управитель торговли, Меркурия – управитель транспорта, образование, знаний, опять же, всех договорённостей, подписаний, заключений, сделок, образование, знаний. То есть это надо успеть всё сделать до или после? Давайте так. Подготовительный процесс идёт до. Вот всё, что нам надо, мы собрали, сложили. Ну, если мы говорим о каком-то подписании, допустим, или у нас намечена какая-то встреча на высшем уровне и очень-очень значимое обсуждение, после 19-го мы себе это назначили, или покупка какая-то очень крупная, мы тоже её на после 19-го октября назначили, то до этого момента мы собрали вот такую стопку важных документов, мы подкрепили это всё там фактами, аргументами и прочее, прочее. То есть сейчас мы очень основательно к этому готовимся. И это касается всех абсолютно, всех знаков зодиака, то есть это действует для всех или? Мне бы не хотелось разделять здесь по знакам зодиака. Почему? Потому что это тогда надо очень детализированно к каждому подходить, и всё равно мы не угадаем, как на каждом отдельном Янисе, Иване, Мердзе и Марии это всё-таки отыграется, скажем так. Это общий прогноз погоды, который не избежать. Это дождь. Если он у нас сегодня в Риге есть, он для всех. А вопрос отношения к этому использованию этого дождя, скажем так. Кто под него попадёт, кто в этот момент окажется на улице, да. Как красиво сказала. Я прям перестал записывать, я заслушался. Слушайте, а вот у нас обычные рекомендации, ну и по бизнесу, и по личной жизни. Давайте как-то перейдём к этой, может быть, конкретике. Давайте я ещё вот что скажу. Что месяц, выдающийся не только тем, что Меркурий становится прямым. У нас четыре планеты станут прямыми, то есть вернутся к прямому движению. Это выдающийся месяц с этой точки зрения. То есть у нас Плутон становится прямым, возвращается к прямому движению, Сатурн возвращается к прямому движению, Меркурий возвращается к прямому движению, и Юпитер возвращается к прямому движению. Это много. А что такое прямое движение? Да, я тоже вот как-то не совсем понял. Извините, мы же здесь профаны, в отличие от вас. Ну, к директному движению. То есть они находились в ретроградном, в попятном или в обратном движении. Теперь они возвращаются к своему, ну, скажем, обычному, нормальному, привычному для нас и более удобному состоянию, к директному прямому движению. Понятное дело, что планеты никуда не разворачиваются, это невозможно, но с точки зрения земного наблюдателя нам кажется, что это именно так. То есть они идут к нам или от нас? В моральном, конечно же, смысле. Что нам даёт возвращение к этому директному движению? Что нам даёт? В любом случае это даёт ясность, и это даёт запуск более быстрых определённых процессов. Здесь главное значение в течение всего октября практически будет иметь такая планета, как Плутон. Он особо активен. Плутон находится в знаке Козерога. Плутон — это власть большая, это большая сила, это управление, это крупные реформы, очень значимые, важные реформы. Это новые законы, законопроекты, это новые нормы, правила. И этот Плутон в знаке Козерога будет серьёзным образом воздействовать на знак весов, на несколько планет, которые у нас находятся в знаке весов. Весы — это партнёрство, взаимоотношения, взаимодействие, союзы. Соответственно, мы можем ожидать серьёзных, значимых реформ в сфере партнёрства, союза, взаимоотношений. Могут возникать новые союзы, могут возникать новые ограничения. Почему? Потому что этот Плутон, он аспектирует, воздействует на такие планеты, как Меркурий. Это слово и информация, это средства массовой информации, это образование, это вообще свобода слова. Вот свободы слова ожидать в течение октября, я бы не стала. Более того, я предполагаю, что будут введены определённые ограничительные меры контролирующие. Вот, 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 я как раз хотел сказать, дешифровать, что это всё... Более сдерживающие какие-то... Правительство договорится о новых ограничениях. Ну, всё к тому идёт, вы только что рассказали. Я предполагаю, что да, потому... Да, я предполагаю, что да, потому что помимо того, что будут каким-то образом сдерживать слово, ну, в большом таком смысле слово, да, информацию и так далее, будут также... А там, Плутоном будут аспекты к Марсу, а Марс — это наше действие, активность. Соответственно, там будут, видимо, какие-то ограничения по передвижению. Я предполагаю. Что с бизнесом? Каким образом... Нужно ли начинать новые дела, какие-то строить планы, или только можно строить, но ничего не подписывать? Можно, можно строить. И по бизнесу... Коль скоро всё-таки это месяц реформ, это ведь не обязательно, что это только с негативной окраской. Да, это непростые такие реформы, но нам даётся возможность действительно в октябре построить новый способ управления. И реформы коснутся, конечно, и финансо-экономической сферы, как на малом уровне, так и на очень большом уровне. То есть я предполагаю, что возникнут новые союзы экономические, новые союзы финансовые, и, в принципе, возможно, и военные союзы в том числе. На каждом отдельно взятом кошельке, скажем, на нашем, те, которые мы, то не относимся к геополитике каким-то серьёзным образом... Нет, мы, конечно, все очень серьёзно к этому относимся, но нас не все слушают, к сожалению. На нашем отдельно взятом кошельке это может отразиться следующим образом. Венера у нас планета любви и сигнификатор денег. Нет, сейчас вру. Девятого или не девятого? Врать нехорошо ведь, правда? Какого же числа? Седьмого она переходит в знак стрельца. И здесь наши аппетиты могут вырасти в значительной степени и в любви, и, соответственно, в тратах. Но стрелец – знак щедрый. Он, в общем-то, может нам и дать новые возможности для заработка, открыть какие-то новые территории для заработка. Но помним, стрелец очень много обещает. Есть у него за ним такой грешок. Очень пышно, красиво рисует перспективы. Ему это очень нравится, ему не жалко. Он обещает нам, что мы заработаем миллионы. Вот здесь, конечно, надо, чтобы скепсис такой здоровый включался в свое время. Ну и да, аппетиты, как я и сказала, здесь аппетиты в приобретениях, аппетиты большие в любви, жажда большего, большего. Мало ты меня хвалишь, мало ты мне даришь, мало мне внимания. То есть это да, это такое может быть у нас. Что касается романтического аспекта? Романтический аспект. Романтический аспект – это если мы вновь про Венеру как сигнификатора любви, то здесь, ну что, действительно нам захочется большего, нам захочется пышного, нам захочется больше внимания. Но вот это напряжение между Плутоном и знака Козерога и к планетам в знаке весов, весы – это отношения, взаимоотношения, пары, союзы, в том числе брак. Соответственно, здесь нас тоже ожидают серьёзные реформы. И, к сожалению или к счастью, октябрь может стать тем месяцем испытаний, когда отношения, в которых всё уже не очень гладко, они могут прекратить своё существование. потому что потому. Но если всё-таки в этой паре, в отдельно взятой паре, каждый убеждён в том, что надо продолжать и стоит продолжать, то это будет очень хороший месяц для перезагрузки отношений. Всё, мы всё меняем, давай с чистого листа, всё было не так, я был неправ, я была неправа, давай по-новому. Да. Но, тем не менее, хочу всё-таки ещё раз предупредить, что там, где уже тонко, там будет рваться в любых союзах, и в бизнес-союзах, и в романтических парах. Да, такое может произойти в действительности. А если мы говорим про большие страны, государства, союзы, то здесь тоже нас ожидают очень серьёзные реформы. Может быть, не прям, что вот день в день, в октябре, когда у нас Плутон 9-го числа стал директным, и тут сразу прям реформа какая-то. Нет. Это всё-таки точка запуска. От этого момента, от этой точки начинается процесс. Что со здоровьем? Нужно ли беречь здоровье и какие органы, на что обратить внимание? Да, здоровье беречь нужно всегда 24 часа в сутки. Главным образом, самый такой важный и, ну, опасный, не хочу говорить, но уже это слово пришло на ум. Хорошо. Период, это фактически весь октябрь, уж простите, с 1 по 25 я себе пометила. Главным образом, бережём позвоночник, кто у нас имеет проблемы с давлением, гипотоники, гипертоники, давление, обострение, возможно, старых заболеваний, хронических заболеваний. Бережём печень, бережём сердце. Ещё хотела сказать, аварийность, периоды аварийности особой, травмоопасности и конфликтности, это с 13 по, ой, нет, с 15 по 25 октября. Это такие травмоопасные дни. Да, с 15 по 25 октября это аварийные, травмоопасные, конфликтные. Такие самые, вот самое средоточение вот этой энергии, это вот в эти 10 дней. И, кстати, возвращаясь к романтике, коль скоро Меркурий у нас до 19 октября ретроградный, то это встречи со старыми знакомыми, это возможность возобновления старых отношений. Когда-то расстались, теперь решили всё вернуть. Это прекрасный период для встреч с одноклассниками, с бывшими однокурсниками, однокашниками, с приятелями, с коллегами. А дальше разберёмся, когда Меркурий станет директным, нужно ли нам всё-таки возвращать те старые отношения. А что ближе к концу месяца? Ну, как-то так, до 25-го, а вот ближе все эти Хэллоуины и прочие замечательные праздники. А когда у нас Хэллоуин считается? 31 октября. 31 октября. Прекрасно, замечательно. Мне очень нравится эта дата, и я скажу почему. Потому что 30 октября Марс, планета активности, действий, инициатив, переходит в знак Скорпиона. В знаке Скорпиона Марс имеет максимальную силу. Он там очень не сдержан, очень нетерпим, может очень остро реагировать на любую попытку посягнуть на наше я, на наше имущество, на наше всё. И на Хэллоуин, если мы про Хэллоуин, то надо быть очень внимательными, осторожными, с острыми колющими, режущими предметами. Стоит быть сдержаннее, а ну как бы... Выбирайте костюм с осторожностью, чтобы это у кого-то не вызвало раздражение очевидное. Тем более, в условиях новой этики кого-то и тыква может оскорбить, я так понимаю, на сегодняшний день. Вот. Поэтому внимательно. И опять же, про Марс, который в конце месяца входит в знак Скорпиона. Вот это напряжение, которое будет сохраняться в течение всего месяца, то есть с одной стороны будут попытки давить и подавить, с другой стороны, конечно, будут и очень яркие протестные настроения. Об этом я тоже не могу не сказать. Поэтому любые какие-то массовые мероприятия, акции, против чего бы то ни было, давайте проводить в мирном ключе. Не хочу никак здесь говорить ходить-не ходить, в мирном как-то стараться русле. И вот это напряжение в течение всего октября к концу месяца за счёт вхождения Марса в знак Скорпиона может обернуться тем, что кто-то всё-таки не сможет дальше сохранять выдержку и будет очень агрессивно себя вести. Поэтому давайте лишний раз не провоцировать никого и контролировать себя самим. Давайте жить дружно. Учёба и восприятие новых знаний. Вот когда лучше пополнять свою копилочку знаний? Копилочку пополнять можно уже сейчас, хотя я понимаю, что это может у многих происходить со Скрипом, потому что Меркурий всё-таки ретроградный. Но если мы про пополнение, то хорошо, пусть она наполняется в любом случае, может быть, чуть медленнее. Но после 19 октября, когда Меркурий станет директным, всё упадёт гораздо легче. Легче будет учиться, отвечаться на вопросы, экзаменоваться и так далее, и так далее. Да, конечно, гораздо легче пойдёт. Вообще, разговоры, обсуждения, более открытыми мы будем в диалогах. Сейчас пока так, знаете, себе на уме. Вроде бы разговариваешь с оппонентом и чувствуешь, что он всё-то не рассказывает. Хитро всё. Что ещё? Какие мы сферы не затронули? Ну, посадки послёновых, конечно, наши традиционные. Стоит ли об этом говорить в октябре? Даже как-то не уверен. Нет, а, кстати, время сбора всякого уже последнего, самого распоследнего урожая. Что здесь? Азимы. А как же азимы? Вот азимы. Что с азимами-то? Наталья, расскажите нам, как там свекла заколосилась. Давайте так, а то очень какой-то напряжённый октябрь получился. Нужно сказать о том, что, конечно, будет ещё и масса позитивных аспектов, на самом деле, в течение месяца. И в том числе у нас достаточно активно в течение всего октября Венера. И это не может не радовать. Венера, поскольку это и наши деньги, и наша любовь, и наша красота. Поэтому у неё много будет возможностей, а значит, и у нас будет много возможностей для реализации вот этих вопросов, связанных с финансами, имуществом, любовью, отношениями. Да, конечно, это будет под определённым давлением. Да, это будет в определённых рамках. Потому что, ну, с Плутоном не поспоришь. Уж очень он сильный и мощный. Но у нас будут такие небольшие лазейки. В общем-то, и мы всё сможем решить, я думаю. Опять же, сложности, это хорошо. Позитивный месяц, я так чувствую, впереди нас ждёт. Как хорошо, что вы у нас есть, Наталья, вот способны рассказать так подробно на каждую из житейских темы предупредить. Всё. До 19-го числа пошли готовить все документики, а потом реализовывать себя и в бизнесе, и в любви, и в озимых. Спасибо большое. Спасибо. Наталья Бушурова, астропсихолог, была с нами, как и каждый месяц. Всего доброго. Доброго месяца, Наталья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok